Ребят, кто не в курсе, у меня есть свой сервер в Майнкрафте. И если вы хотите поиграть со мной и другими блогерами, то я советую его посетить. Там вы найдете выживание с магией, безумно много мини-игр, супергеройские костюмы, аукционы и многое-многое другое. Айпи я оставлю в описании, буду вас там ждать. Всем привет, меня зовут Скрэйч и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И это новый крутой выпуск на канале. Погнали! В общем-то, ребят, сегодня по вашим многочисленным просьбам я создам антитрикс. Причем я создам не обычный антитрикс, а ультимативную версию антитрикса. То есть ульти-антитрикс. Кто не в курсе, ребят, антитрикс это копия, можно так сказать, омнитрикса. Но антитрикс имеет более быструю характеристику изменения. То есть мы сможем превращаться в новых пришельцев гораздо быстрее. Так что у нас тут железка, золото, неплохо, все нам понадобится. И на самом деле скрафтить этот антитрикс очень просто. И пришельцы в нем сильнее, чем в обычном омнитриксе. Но, к сожалению, они там более нестабильны. Но, в принципе, кавует-волнует. Кстати, на улице темнеет, а это значит, что нам прямо сейчас нужно отправиться в шахту. Кстати, у меня еще ультиматрикс остался, а вот часы героя я где-то просрал. А точно, они же испарились. Окей, погнали в шахту. По классике, нам понадобится немножечко золота для того, чтобы доделать золотые слитки и сделать из них часы. Уголечек на всякий случай тоже захватим. Также нам понадобится немножечко железка для того, чтобы доделать железный блок. Ну, я думаю, вы уже поняли, зачем это нужно. Так, 6 плюс 3 хватает. Ну и самое сложное, нам необходимо найти один изумруд. Меня, кстати, грохнули, так что погнали обратно. Кстати, ребят, я тут заброшенную шахту нашел, и здесь как раз-таки недостающая железка. Так что могли это не добывать. Эть, тупая паутина. А вот как раз-таки то, что мы с вами искали. Это изумрудик. И давайте прямо в этой шахте мы с вами и создадим антитрикс. Ну, в принципе, это изи. Создаем для начала обычные часики. Кстати, один редстоун мы с вами оставим, потому что он нам очень сильно понадобится. Кидаем печки, делим железка, кидаем три сюда и три сюда. Теперь просто ждем. Так, ну что ж, ребят, железка переплавилась. И это значит, что прямо сейчас мы можем создавать железный блок и создавать щиток, который выглядит вот таким вот образом. Далее нам его необходимо объединить с редстоуном для того, чтобы получить просто антитрикс. Но я думаю, его смотреть даже нет смысла, так что давайте прямо сейчас апгрейним его до ульти-трикса. Ульти-антитрикса. Интересно, а такой вообще существует? Но, ребят, поверьте, он безумно крутой. Так что давайте прямо сейчас заберем наши шмоточки и погнали наверх. Так, я выбрался из шахты и оказался в пустыне. Окей, неплохо. Давайте наденем, конечно же, наш ульти-антитрикс, господи. Но посмотрите, ребят, во-первых, все пришельцы стали красные, с красной сердцевинкой, так сказать, и с красными глазами. И при этом вы можете уже видеть снизу отличительную черту. Во-первых, ребят, ну, способности классические, но они к тому же усиленные. Они все-таки немножечко сильнее, чем у обычного омнитрикса. Просто посмотрите, ну, криперы я убиваю довольно-таки быстро. Также я могу пустить отравляющий газ и куда-нибудь улететь. И при этом я могу получить фулл пауэр и тоже буду иметь очень крутые способности. Но, ребята, вот это вот то, что отличает обычный омнитрикс от антитрикса. Это то, что я могу очень быстро переключаться между пришельцами. Между абсолютно любыми пришельцами это безумно круто. Поверьте, ребят, это прямо реально круто. И давайте смотреть. Кстати, я там увидел одного закрытого пришельца. А, закрыт в быстром выборе. Окей, я понял. Ну, давайте хотя бы посмотрим, как выглядят эти братишечки. Диак... О, господи, крипер! Ну, с вам фаером мы посмотрели, становимся спайдер-манким. Так, житель отдохника в паутинке. И, крипер, ты, пожалуй, тоже. Ну, в принципе, практически ничем эти особи, так сказать, не отличаются друг от друга. Кроме силы, стабильности и быстрого выбора. Эть, а еще мы можем ползать. Мы же обезьянка. Обезьянка. Хоть и стрёмная, и с красными глазами. Ну, и, конечно же, можем превратиться в ультимативную версию. А именно, вот такая вот ультимартышка. Правда, она злая. Все мобы из анти-трикса, можно сказать, злые. Ну, и, как вы знаете, чаще всего зло сильнее добра. Но добро почему-то всегда побеждает. Интересно, почему? Так, ладно, отдохни, зомбачок. А я хочу стать алмаз-головым. Ё-моё! Так, во-первых, голубой щит. Интересно, почему он голубой, если у нас, как бы, анти-трикс красный? Ну, ладно, неважно. И также мы можем кидаться алмазными блоками из алмазного меча. Причем очень сильно. Или не сильно? Или эта штука, как обычно, не работает на зомбаков? Эти зомбаки вообще практически бессмертные, блин. Ладно, давайте протестим на скелете. Не долетели. Не понял, так скелет не отходите. Отказ, пожалуйста. Раз, два, три. Ну, такое, слабенькие алмазные блоки. Я понял. Жалко, у него нет ультимативной его версии. Ладно, джет-рей, ё-моё! Становимся самолетиком и полетели. Офигеть, вот это скорость, ребят. Реально, летаю с невероятной скоростью. Ну и по классике, энергетический бластер. Кстати, странно, что он зеленый. Вот реально, очень странно. Ну и также мы можем драться, только нас сейчас расфигачат. Так что, валим быстрее, валим, 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 валим. Так, активируем наши крылышки и аккуратненько спускаемся. Готёво! Капец, у меня лицо страшное. Перелистываем на следующую страницу. Блин, ребят, это гораздо удобнее, чем постоянно искать или стать. Да, Крипер, ты тоже так думаешь? А ну-ка, иди попарализуйся, отдохни. А я пока создам своего клона и побегу смотреть пришельцев дальше. О, ребят, кстати, я тут бегал и нашёл вот эту вот штуку. Кто не помнит, ребят, это мы как бы тут баловались. О, господи, подождите, я могу сдохнуть скоро. Мне срочно нужно стать каким-нибудь пришельцем, допустим, вот этим вот братишечкой. И расфигачить вот этих братишек. Так, ребят, а ну-ка, давайте, до свидания. Как только у меня остаётся очень мало ХП, мой анти-трикс перестаёт работать. Вот в чём его нестабильность, главное, ребята, и это очень плохо. Хочу стать ультимативной версией. И, ребят, давайте, погуляйте, пожалуйста, в динамитной скважине. Почему бы и нет? Готово. Корова, ты чё смотришь, тоже получай. Эту обнаглели тут, ребят, вы чё тут вообще стоите? Идите поспите. Реально, иди поспи, братишка. Ну, ребят, кстати, прирост силы я как-то не особо чувствую. Но при этом эти часы всё равно гораздо удобнее. Становимся бабочкой. А бабаться раскрываем крылышко. И летаем. И заворачиваемся. И кричим. Мы заморозили корову. А вот, кстати, ребята, я не помню, чтобы вот этот вот чувачок из обычного. Омнитрикса мог такое делать. Вот как раз-таки и подъехали, ребята, первые плюсы антитрикса. А вот эти, братишки, кстати, не замораживаются почему-то. Странно. Тигр. Ррр. Уго, ребята. А вот такую ультимативную версию я не видел. Мы также можем орать. И при этом мы очень сильные. Мне это нравится. И практически не пробива... Нет, мы пробиваемые. Ещё как пробиваемые. Так, летим отсюда, балим. Кстати, а вот эта вот бабочка умеет превращаться... А, огненный человечек. Да, это мы видели. Губ. Ну, это самый обычный губ, который, по факту, может становиться только летающей тарелкой. И всё. Бесполезный пришелец. Окей. Тру форм. Опа-на. И я стал маленьким таким вот азимутом. Ну, по крайней мере, я очень на него похож. Но это тоже неинтересно. Фасттрек. А вот это уже поинтереснее. Учитывая то, что на меня здесь целая стая охотится вот этих чувачков. Но при этом у меня есть меч, которым я могу бить просто без перезарядки. И расфигачивать этих брать... Так, 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 нет, они меня сейчас расфигачат. Кстати, а у него есть... Антитрикс, антитрикс. Нет, нет, нет. Я ещё и голодный, ползердечка. Так, нет, ребят, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не убивайте. Я хочу жить. Я хочу жить. Так, ребят, становимся кем-нибудь, кем-нибудь хотя бы эхо-эхо. И побежали, побежали, побежали. Создаём клона. Клон, иди, сражайся. А я пока убегу. Фу, ребят, это было жёстко. Это было жёстко. Так, мы не проверили ультимативные версии вот этих чувачков. Но, скорее всего, их нет. О, они прибежали уже за мной. Они за мной прибежали. И мой антитрикс опять отказался работать. Спасибо, спасибо, конечно, я так и думал. Как же ещё? Мне срочно нужно пожрать. Так, всё, валим отсюда. И пока хилимся, можем по-быстренькому превратиться в какого-нибудь пришельца. Допустим, в хамелеона. Почему бы и нет? Эти, братишки, по-моему, там бегут. Становимся хамелеоном. И, по-моему, меня всё равно видно, потому что во мне 500 миллионов стрел. Но я надеюсь, что... Ладно, меня видно, я понял. Я понял, спасибо. Окей, я тогда стану нано-мечом. Сделаю шринг. И свалю от вас потихонечку. Так, извините, ребята. Я сделаю себе небольшой туннельчик. Всё-таки нужно использовать все прелести этих часов. Ну, так они меня точно не достанут. И это безумно круто. Вот за что я люблю Бентены, ё-моё. Он пытается меня найти. А я слишком маленький и слишком ловкий. Так что валим, 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 валим. Быстрее, быстрее. А, я ещё и летать могу, точно. Так, ладно, следующий при... Эээ, кстати, ультимативная версия. И у него её нет. Так, окей, я стану вейбигом. У вейбига тоже есть ультимативная версия? Или почему иногда голова переезжает как бы к ногам? Почему моя голова вообще отдельно? Да, ребята, у него есть ультимативная версия. Только для того, чтобы её поистине увидеть, нам надо выбраться куда-нибудь вот сюда. Напрямую поверхность, ё-моё. Это жопа какая-то. Здравствуйте. Становимся ультимативной версии. И, по факту, ничего не меняется, кроме цвета нашего костюма и количества сердечек. Вот в этом костюме количество сердечек довольно-таки большое. И мы можем летать. И при этом у нас есть космический лазер. Так, давайте спустимся. Космический лазер. Охренеть. Ребята, вы это видите? Почему у меня не было этого пришельца, когда я сражался с Эндер-драконом? А всё-таки... Подождите, мне показалось? Да, мне показалось. Пойдёмте разрушим эту деревню. А ещё, когда я бегу, ребята, просто посмотрите. Я сношу всё на своём пути. Потому что я безумно крутой и безумно сильный. И ещё безумно громкий. Так, деревня, здравствуйте. А я иду как раз-таки к вам. Получайте. Расфигачил домик. Ладно, давайте станем другим пришельцем. Но здесь у нас получаются вот такие вот ТНТ-бомбочки. Которые самые обычные. И обычный энергетический бластер, который ничего из себя не представляет. Всё-таки ультимативная версия этого чувачка гораздо круче. Следующий это призрак. Ну, я думаю, все его вы помните. Он может становиться невидимым и также может пролетать сквозь стены. Что безумно круто. По крайней мере, мне эта способность безумно нравится. И у него, к сожалению, фулл пауэра нет. Но, обидно. Ладно, следующий пришельц. Энерджи. Редстоун пульс. Энергетический бластер. Всё по классике. И также у него есть ультимативная версия, которая умеет летать. И эти пришельцы довольно-таки сильные, ребят. Это я вам отвечаю. Лоудстар. Это магнит, ребята, наш любимый магнит. Я надеюсь, вы его помните, как мы при помощи них уничтожали големов. А ну-ка, големчик, берём магнит в руки. Голема притянули. Можем его начать уничтожать. Ой, бедный големчик. Так, а у нас есть? Нет, у нас ультимативной версии, к сожалению, нет. Прости, голем, но мне придётся тебя расфигачить. Потому что у тебя как бы железка есть. А я хочу железка. Ууу, железка. И при помощи супер-переключалки сразу становимся вот этим чувачком. Который может открывать рот и кидаться каким-то желе непонятным. А ну-ка, житель, лови желе. Желе отравили неплохо. И также мы можем их при помощи вот этих вот щупальцев делать так, чтобы они оставались на месте. И их парализовывало. Всё готово. Уайлд муд. Собака, которая ничего из себя не представляет. Но имеет две версии. Я выключил часы. Кстати, нужно будет проверить, как выглядит герой Икс в этих часах. Ну а перед этим станем как бы каким-нибудь четырёхруким, который выглядит очень солидно, между прочим. И который умеет быстро передвигаться и слэмить. Но который, к сожалению, не имеет ультимативной версии. Но при этом он безумно сильный. Прям безумно. Прям любого с одного удара расфигачит. Ну да, всех с... И этого бедня с одного удара. Подозрительно. Ну ладно. Следующий пришелец это Клокворк. Выглядит он вот таким вот образом. И он может менять время. Что безумно круто на самом деле. О, Кристалл. К сожалению, ультимативной версии у него нет. Но его способности такие же, как и в обычном Омнитриксе. То есть, делать вот такой вот щит. Потом летать. Ну, в принципе, оно и логично. И также у нас есть энергетический бластер, который безумно сильный. Коровки это вам подтвердят. Ну и по факту, ребята, остался самый последний пришелец. Которого я не могу выбрать в быстром наборе. А именно Герой Икс. Всё, ребят, у меня начинают уходить уровни. Я не могу больше ни в кого переключаться. Но зато у меня есть кулак. И также я могу отправиться опять в этот астрал. Только вопрос, почему я сейчас не Алиан Икс. Видимо, это обратная сторона. Так, не понял, что-то, ребят, произошло. Пропали вот эти лазеры. Вы мне писали, Скретч, тебе нужно договориться с этими головами. А не вырывать их. Я договариваюсь с тобой, голова. Чё скажешь? Я опять её стыб взял откуда-то. Прости, голова. Так, ладно, договорюсь тогда с тобой. Давай договариваться. Ты хочешь договориться? Видимо, нет. Ну, видимо, ребят, я так и останусь в этом бесконечном космосе. В этом бесконечно вечном бесконечном космосе. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить серию про антитрикс. И если она вам понравилась, то обязательно влепите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, а с вами был Скретч. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok